И снова здорово, с вами Маркус и это вторая часть лайфхаков для ограбления Кайперика. Ну и вот вышло самое грандиозное обновление для GTA Online. И если вдруг у тебя еще не хватает денег и опыта, то перейди в мою группу по прокачке. Качаем быстро, дешево, а самое главное без бана. А самое главное не забудь подписаться на мой канал. Каждую неделю укладываю ролики о новых скидках и бонусах в игре. Также о новостях в мире GTA Online и еще множество интересного контента. Так что добавляйся, братишка, не хватает именно тебя. Хотелось бы сразу сказать, братишки, вам огромное спасибо. После первой части вы хрену тучи комментариев написали. В этом ролике, конечно, я не покажу все те, которые вы написали, потому что ролик был бы уж очень-очень-очень длинный. Но вы не переживайте, под этим роликом вы можете еще написать все те лайфхаки, которые были указаны в предыдущем ролике, но не были показаны в этом, я их записал. И, естественно, в следующем ролике мы уже их с вами покажем. Ну а под этим роликом вы можете написать еще хрену тучу всяких разных. Я буду только за. Ну и начнем мы с моих ошибок. В предыдущем ролике я заявил, что каменный топор работает с багами. Нет, оказывается, братишки, вы были правы, и да, на нем есть КД. Я, честно, не знал, потому что я им вообще не пользовался. То есть я его забрал на халяву, один раз кого-то убил, и все, и на этом закончил. Есть на нем КД, и она составляет 1 минуту. То есть, да, это мой косяк, сорян. Погнали же к нашим лайфхакам. Первая и моя самая излюбленная тема, как же поставить тот или иной транспорт на подлудку, чтобы он не упал. Потому что частенько я видел такие комменты на эту тему. И вот один из них. Поставить опрессор, либо же какое-нибудь другое летающее транспортное средство прямо на спину касатку. Это, кстати, вообще максимально легкий вариант. Можно, как я, постараться поставить ее аж между перилами, конечно. В этом случае опрессор начинает чуть-чуть оряб баговаться. То есть вы можете просто слететь с седла, либо же как-то криво на него сесть. Но суть в том, что ваш опрессор точно никуда не скатится. И даже, возможно, при движении. Либо же вы сможете поставить сюда даже целый бузар. То есть, если чуть дальше посмотреть, где можно залететь на сперру, там вы сможете спокойно поставить бузард. Также плюсом отнести можно то, что вы сможете попасть на касатку. Либо же через два передних люка, либо же через задние. Опять же, где вам будет удобнее. И это и минус данного метода. Если будете выходить через перед, то обратно за транспортом вы уже не сможете подняться. Там просто потому, что нет лестницы. И, соответственно, надо будет бежать до заднего люка. А это уж очень-очень долгий маршрут. С одной стороны, ваш транспорт точно не шварканется. То есть, здесь даже соскальзнуть негде. С другой стороны, бежать вам тоже немало. Опять же, если у вас нету сперру, то это, в принципе, годный вариант и годный лайфхак. Следующий лайфхак у нас связан с заданием по краже плазмореза. Тут, в принципе, все максимально просто. Когда вы уже узнали, где находятся грабители с плазморезом, подлетайте к тому месту. И, как один из вас на братишке написал, вызывайте БТР. Кстати, очень удобная тема. Если у вас нету сперру и вы добираетесь на том же самом опрессоре, либо же просто вызываете надувную лодку, чтобы подплыть к вашей подлодке, то это, в принципе, годный вариант выхода из этой ситуации. Либо же просто ваш сперру уничтожен. Вызывайте БТР, если он у вас имеется. Перестреливайте всех, пересев на место стрелка. Забирайте сумочку и уезжайте обратно. Плюс этого всего метода. БТР у нас машина амфибии. И, соответственно, он может спокойно плавать и подплыть к подлодке. Также был еще один вариант прохождения этого задания. Это тоже подлететь туда же, но вызвать уже не БТР, а бронированную Куруму. Этот вариант гораздо мобильнее. Но, опять же, если у вас есть сперру и если у вас бронированная Курума. Опять же, вам даже не надо никуда пересаживаться. Просто всех перестреливать, потому что из Курумы можно стрелять. Боты вас маловероятно в ней убьют. Хотя, в принципе, есть щель, но боты не особо точные. Забрали сумку, добрались до вертолета и улетели на нем. Так описал один из вас свой метод действий. И он, в принципе, тоже интересный и, в принципе, тоже заслуживающий внимания. Следующий интересный лайфхак связан с заданием по краже оружия. Именно те варианты, когда мы должны с вами попасть в один из офисов. И тут один из вас написал, что что мучиться, если можно просто кинуть коктейль молотова, либо подорвать какой-нибудь РПГ и все просто подожжется. Вариант, конечно, интересный, но он очень долгий. Да, честно скажу, хоть и они все, в принципе, дамажатся. Во-первых, они у меня никто не умерли по итогу, то есть они паливаются, горят, 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 встают. Если, опять же, огонь каким-то образом еще остается рядом с ними, то они снова подгорают и только тогда умирают. Если они только один раз подпалились, они, скорее всего, будут живы и, соответственно, вам напортачат. Если, конечно, вы никуда не торопитесь или вам надо срочно куда-то отойти, то это, в принципе, годный вариант просто кинуть коктейль молотова и подождать какое-то время. Весь офис прогорает, то есть, получается, волна огня проходит по всему офису, кроме закрытой комнаты, где находятся у вас личные апартаменты. Ну, а там обычно бота никто ее не убивает, потому что нахрен он там нужен, он никому не мешается. Следующий лайфхак связан с доставкой транспорта, на котором вы проникнете на остров Кая-Берека. И он, в принципе, максимально просто логичен. При краже Лонгфина просто вызывайте свой фантом вейдж и все. Если он у вас имеется, то просто вызвали его, вам не надо находиться в организации, вы можете быть президентом мотоклуба, это считается особый транспорт и заспавнится у вас тоже, как ваш обычный транспорт. Это очень ускоряет прохождение данного задания, и он имеет свойство рампы, то есть, он просто всех раскидывает. Это очень удобно при уходе от копов, либо же просто вам не будут мешаться боты, которые находятся в трафике. Есть, конечно, еще вариант использовать тягач, который у вас используется в ПКП, но, как один из вас написал, есть вариант того, что чекпоинт, когда вы уже приедете в доги, просто не сработает. Я, конечно, сам лично не тестил, но если вы это пробовали, то напишите в комментариях, чтобы я знал, чтобы в следующем ролике, опять же, рассказал. Ну и погнали к последнему на сегодня лайфхаку. Опять же, это связано с той темой, которую я еще поднимал в предыдущем ролике, загнать косатку на сушу. Тут, конечно, вариант, мы косатку, в принципе, на сушу не загоним, мы ее загоним в дог. Это интересное такое место, конечно, сюда надо попасть постараться, то есть у меня подлодка вначале села на мель, но вроде как по инерции я докатился до того момента, когда у меня винты сцепились водой, и я по новой дальше поплыл. Опять же, дно здесь вам позволяет плыть спокойно, но минус в том, что здесь очень узкое пространство, и подлодочку вы должны сразу же направить в то место, где вы ее хотите поставить, потом уже у вас не будет шанса особого развернуться. И вот как-то так я ее сам лично поставил, естественно, я ее сразу же попытался максимально опустить на дно, и поставил на автопилот, зажав кнопку Е, если кто не в курсе. Тем самым у меня подлодка остается на такой глубине, в кавычках, ну а я спокойно могу влезать и запрыгивать. Конечно, персонаж по каким-то неведомым причинам все время пытается нырнуть под воду, хотя, в принципе, он может тут допрыгнуть спокойно, но плюс этого всего развлекал, что вы сможете поставить спокойно рядом свой опрессор и на нем вот так вот летать, ставить его, забегать обратно в подлодку и обратно выбегая уже. Интересная, я считаю, тема. Если же вы, опять же, знаете какое-то офигенное место, опишите мне его прям подробно, потому что некоторые из вас писали, но, честно, я нихренище не понял. Там где-то у кого-то что-то там зажимается, где-то что-то там, я нифига, если честно, братишки, не понял. Напишите конкретнее. Я, опять же, в следующем ролике озвучу все, расскажу вам. Ну, а на этом, на сегодня все. Я надеюсь, вам помогут данные лайфхаки при прохождении подготовки к ограблению Каоперика. Надеюсь, опять же, братишки, что мы с вами соберем на третью часть этого ролика много интересных всяких фишек. Вот, кстати, еще один нюанс хотелось бы мне с вами обсудить по поводу того бага с вертолетом, а сейчас уже с опрессором. Да, братишки, я о нем знаю, но, ей-богу, я убил на то, чтобы его сделать 2 часа, и в итоге у меня нихрена не получилось. Я не знаю, в чем прикол. Последний раз у меня было так, что у меня просто механика сказал, что я не могу туда доставить опрессора. Я не знаю, возможно, я что-то не так делаю. Я уже посмотрел много роликов у нашего старого знакомого, у Вилла даже есть ролик, связанный относительно с этой темой. Я и у него посмотрел. То есть, я очень много всяких западных ютуберов посмотрел, и я нихрена не нашел варианта выхода из этого положения. Я уже дошел до того, что начал смотреть наших, и все равно с помощью их методов я не смог это сделать. Возможно, я где-то допускал ошибку, не знаю, честно, еще протещу, может, на следующий раз я все-таки это смогу сделать, и мы включим это все в лайфхаке. Ну, а на этом, братишки, все. Если вам понравился данный ролик, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать больше интересных роликов. Ну, а я с вами прощаюсь и удаляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok